Поэтому они, естественно, так и реагируют. Они, а что, кто вы? Какие же вы? Чего вы нас смешите? Вы нас не смешите. Потому что вы тут понаписали фигню всякую. Это ни о чем не говорит. Раз вы смогли сами изготовить правильный документ, значит, вы подтвердили свою дееспособность. Оживление через систему почты СМС. Отправление письма самому себе. Тот титул, с которым ты ушел в море, вернулся с моря, опять в строю. Будьте любезны, верните все, что, так сказать, мое. Все, что по закону мне причитается. Оттуда приходил ответ, что да, действительно, у нас в реестрах он оживился, но подтверждаем. Который проверен и МВД, и ФСБ, и заграничными структурами. А такого результата пока еще не было ни у кого. Одной маркой, зная какой, можно оплатить там, ну, огромные счета. После этой фразы тебя даже досматривать не имеют права. То есть тебя просто пропускают и все. Три раза они тебя имеют право сбить в стол. В России и Европе катаются с этим удостоверением вообще без права. При ООН открыт Международный уголовный трибунал. И это тоже скрывалось, это было тайно. Российская Федерация официально заявлена преступником. Нужно обязательно заявляться живыми, но статуса и чина нас никто не лишал. Никто не может препятствовать передвижению патчмейстера ни по суше, ни по морю. Он является по статусу выше, чем нотариальное заверение. Устный афидевит имеет высшую юридическую силу. Он устно заявил о том, кто он, путешествует по миру, вообще без никаких документов. Вам нечем подтвердить гражданство СССР. Ты изготавливаешь, соответственно, себе документ. Стамп. Он же и является свидетелем того, что документы были переданы капитану корабля. Такая хитромудреная, хитропопая такая хитрость, вот это все вместе в связке дает бомбический эффект. Хочу вас поблагодарить за то, что даете возможность в виде этой площадки поучаствовать, поделиться информацией. Информация действительно дельная, информация важная. Уверен, она многим пригодится. Сразу скажу, что то, о чем я сегодня буду говорить, это то, что конкретно я лично сам проверил, то, что опробовал, и получен конкретный результат. Конечно, это еще не окончательный результат. Дорога впереди еще длинная, но результаты есть, конкретные результаты, с чем я сегодня с удовольствием с вами со всеми и поделюсь. Оживление через систему почты Всемирного почтового союза. Что это такое? Ну, немножко не государственное. Первое на планете Земля, по крайней мере, по истории, то, что мы смогли найти я и мои соратники, с которыми я взаимодействую. Поэтому и устав на планете Земля общепризнан эталоном, и, соответственно, все остальные, уже после них созданные крупные компании, корпорации, частные фирмы и так далее, ориентируются по умолчанию на устав Всемирного почтового союза. То есть, то, что принято в уставе Всемирного почтового союза для всех на планете Земля, то есть, принимается по умолчанию. Все, точно. Значит, сам процесс оживления, ну, как я понимаю, это вот мое представление. Здесь очень много легенд, много всяких разных исторических моментов по поводу оживления через почтовый союз. Ну, как я представляю, моя версия такая, она light, скажем, версия light. В те времена, когда был создан почтовый союз, и мы прекрасно все знаем хорошо, были времена морских исследований, путешествий, открытий новых земель, и очень много было морских путешествий. И люди просто пропадали, корабли огромное количество. Я так понимаю, что вот этот механизм был придуман для того, чтобы человек, вернувшийся из моря, который уже все потеряли, считался без вести пропавшим, он мог таким образом легко и просто заявить о себе, что он живой. Он вернулся, он живой, и вернуться, значит, вот в жизнь, получить, встать на соответствующее удовольствие, вернуть все, что ему принадлежало, все свои земли, если они были, конечно, имения, состояния и так далее. Вот был вот этот придуман процесс, который заключается в отправлении письма самому себе, где прописывается тот титул, с которым ты ушел в море, отправитель, и получатель, соответственно, ты же сам, также прописываешь все свои титулы и получаешь это письмо. Значит, тот почтальон, с которым ты отправлял это письмо, это первый свидетель. Вот он, приехав на, так скажем, базу, где, значит, все вот происходит, регистрация всех этих почтовых управлений, заявлял о том, что, да, вот я получил лично из рук, да, вот он живой. И письмо отправлялось обратно с другим почтальоном, который, почтмейстером, который доставлял это письмо, это был второй свидетель, который потом возвращался, вручив лично в руки, убедившись, что он, это он, возвращался обратно на базу и говорил, да, я подтверждаю, я вручил письмо ему лично в руки, он живой. Вот эти два свидетеля. И в реестры, в почтовые реестры Всемирного почтового союза, значит, соответственно, наносилась информация о том, что вот такой вернулся с моря, опять в строю, в живых, в строю живых. После этого человек шел, после того, когда он получил письмо, которое отправил сам себе, шел, соответственно, в ту, так мы скажем, администрацию на тот момент того района, где он проживал и сообщал о том, что вот все, я ожился, оживился, будьте любезны, верните все, что, так сказать, мое, все, что по закону мне причитается. Соответственно, тот, кто выполнял роль главного на той территории, отправлял запрос в почтовый союз, оттуда приходил ответ, что да, действительно, у нас в реестрах, он оживился, мы подтверждаем, и ему все возвращали. Если что-то было там испорчено, украдено, залено, соответственно, там происходила компенсация соответствующая всех ресурсов. Вот коротко, примерно вот так, в двух словах, чтобы примерно было понятно, что такое вообще процесс оживления, как он изначально сложился, но это вот моя интерпретация, поэтому, если у кого-то есть другие инфлянты, вполне может быть и как-то по-другому. Значит, на сегодняшний день, ну, немножко тоже поясню, значит, вот этим направлением оживления я начал заниматься три года назад, там чуть больше, начал с поиска, задавался вопросом, кто такие мертвые, юридически мертвые, кто такие живые, и как этот вопрос решить. Если я понимаю, что я живой, то как, значит, стать юридически живым. Началось с того, что я изучал огромное количество различных всяких вариантов, где-то около года ушло на изучение различных направлений, как юридически стать живым. Ну, вопрос не стоял и сейчас не стоит для того, чтобы, как-то вернуть себе законопрочитающийся, а вопрос в принципе, просто вот, принципиально, да, ну, как так, я живой, почему меня считают мертвым, как-то непорядок. то есть, ну, так скажем, дело честное. И в итоге я пришел к тому, что этот путь наиболее понятный. Стал этот путь понятным только в результате исследований, естественно, конечно. я бы один сам, наверное, еще бы долго не справился, потому что многих вещей, в связи с того, все знать невозможно, естественно, я бы просто и не знал бы. Поэтому я бы стал искать людей, которые единомышленники, которые мысли это понимают в этом направлении. Мы сходимся в своих вибрациях, в своем понимании как человеческое устройство, человеческое устройство. Что мы такие? Зачем сюда? И откуда? Какова цель нашего рождения? Такие люди нашлись. И мы начали копать в этом направлении вместе, дружно, каждый в своей стезе. Кто на что учился, как говорится, тот на то, и тот в том и сгодился. И два года назад раскопали информацию, которую мы искали. Мы нашли все-таки способы, как получить информацию достоверную с официального сайта Всемирного почтового союза, потому что там далеко все непросто вот так вот зайти, и там прям все лежит и ждет вас. То есть, это нужно приложить, приложить усилия и время, и где-то даже и серьезные финансы. То, что нашли, то нашли. Значит, на сегодняшний день какие результаты? отправив письма сами себе около двух лет назад, мы пошли дальше. Ведь патчмейстером не обязательно становиться. Патчмейстером, как прописано в уставе Всемирного почтового союза, патчмейстером ты можешь стать путем самоназначения, если ты чувствуешь в себе такую необходимость и потребность. То есть, вот ты пришел, вернулся откуда-то, был без вести пропавший, в то время с моря приходили в основном, и вот нечем тебе заняться, но ты чувствуешь в себе необходимость быть полезным обществу, быть полезным людям, приносить пользу, то ты мог стать патчмейстером. Путем самоназначения, то есть, вот эта процедура самоназначения, она описана в уставе Всемирного почтового союза, это вот отправить письмо самому себе, изготовить надлежащим образом в соответствии, ну, на сегодняшний день с международными стандартными соответствующие удостоверения патчмейстера, правильно его заверить, правильно сделать все, и самому себе его вручить, вот опять же, как бы через почтовое отправление, и таким образом ты сам себя назначаешь патчмейстером и выполняешь функции патчмейстера. Но в то время было это важно, в те времена, в далекие, так скажем, вот, или не очень-очень недалекие. Сейчас смысл патчмейстера немножко изменился, с моей точки зрения, моей интерпретации. Сейчас все делает электроника в основном, в принципе, большую часть, да, сейчас системы, почтовые системы налажены, и смысл патчмейстер просто в пусту, просто только потому, что кто-то хочет поиграться, и вот, просто так, ради каких-то своих амбиций, интересов, еще чего-то. Конечно, здесь приходится очень строго подходить вот к общению с людьми, которых интересует эта информация, уже определять на свои интуитивные, наверное, скорее всего, большая частью, интуитивные какие-то вот ощущения, на кого тратить время, на кого нет, вот кому действительно, кто действительно вот чувствуешь, кто действительно интересуется, ты понимаешь, что да, вот этому человеку действительно надо, и он готов идти до конца, и ты тратишь свое время, и тогда получается результат. Ну, тоже, естественно, конечно, к этому приходишь не сразу, как вы прекрасно понимаете, всегда мы делаем кучу ошибок сначала, да, и беспорядочно тратим свое время на что попало, вот, но потом в итоге кто способен, тот приходит и понимает, начинает ценить свое время, и только научившись ценить свое время, ты начинаешь ценить время других людей, понимаешь, как это важно, и какой это вообще на самом деле ресурс, и как это затратно, вот, и особенно, когда в пустую что-то тратишь, вот, и деньги здесь не имеют значения, по большому счету, я сейчас говорю не про деньги, вот, а именно о времени, потому что только через время все и приходит и уходит у нас в нашей жизни, ну, это вот мое понимание, так что на будущее, так сказать, предвосхищая какие-то возможные вопросы, да, ну, как мы все знаем, естественно, деньги-то лишь это инструмент в нашей жизни, не более того. А что касается по результатам, на сегодняшний день мы патчмейстеры, вот я, моя супруга, и вот тот групп людей, с которыми мы общаемся, соратники, вот, мы самоназначили себя патчмейстерами, мы изготовили должным образом соответствующие свидетельства патчмейстеров, тоже далеко не с первого раза, было очень много проб и ошибок, и мы все это проверяли практически, вот, и проверяли на, естественно, структурах, ну, уже бывших государственных структурах, пока в итоге, вот, мы не разработали все-таки тот вариант, который сейчас у нас есть, который работает, который проверен и МВД, и ФСБ, и заграничными структурами, и на Украине, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и это работает, вот, это работает, принимается везде, без всяких оспариваний, это всегда хорошо, когда есть результат, более того, на сегодняшний день, вот, наконец-то это случилось, мы получили официальное подтверждение, от бывших государственных структур, от бывших властей, бывших государственных структур, нас признали живым, то есть мы получили официальные ответы, вот все вот наш, мой круг, соратник, с которым я общаюсь, в том числе моя супруга, мы с разными гражданствами изначальными получили подтверждение, нас признали, то есть мы получили ответы именно вот с титулом живому мужчине с именем таким-то, да, там, живой женщине с именем таким-то, да, где четкое подтверждение, что да, все, как бы, ребят, нам деваться некуда. Те документы, которые вы нам пристали, мы уже ничего не можем здесь говорить против, да или нет. То есть они по факту признали. Мы движемся дальше, естественно, только промежуточный этап. Но, насколько я знаю, на сегодняшний день, ну, опять же, может быть, я тут, естественно, все его не знают, это невозможно, но из того большого количества людей и моих знакомых, и знакомых моих знакомых, в том числе соратников, естественно, в первую очередь, такого результата пока еще не было ни у кого, ну, по крайней мере, на вчерашний день, так скажем. Чтобы официально от ШФССР получить официальное подтверждение, что да, ребят, мы вас признали, все, вот вы живы, да, и пришли ответы без всяких там отчеств, без всяких там фамилий. Как я сказал, там живого мужчине с именем таким-то, живой женщине с именем таким-то, да, и там лежит соответствующая, внутри конверта лежит соответствующее подтверждение с таким же обращением. Дальше сейчас мы готовим соответствующий уже следующий этап документов по, ну, по крайней мере, пониманию того, да, то есть у нас нет никаких иллюзий, нет никаких стремлений и желаний что-то себе вернуть. Из того, что было украдено там у наших, в результате у нас, естественно, вот, потому что мы реально понимаем, что это все бессмысленно и бесполезно, никто ничего не вернет, но мы сейчас разрабатываем пути, как этот вопрос решить, вот, как этот вопрос компенсировать, вот, и одно из направлений, которые сейчас мы разрабатываем, одно из направлений, да, это взаимозачет, вот, то есть то, что факт по задолженности есть, и это все документально подтверждено под каждым живым мужчиной, живой женщиной, которые заявили соответствующим образом, вот, то, как любой должник, вот, естественно, в соответствии с единственным сигарообразным кодексом, торговым кодексом UCC, который мы знаем, вот, то есть любые долги можно востребовать, вот, так или иначе, без разницы, все можно востребовать, все нужно вернуть, главное, правильно это все довести и оформить, вот, и здесь, конечно, вот, очень замечательно, прекрасно, некоторое время назад я познакомился, вот, с направлением моды пяти, вот, с Еленой, очень заинтересовала эта тема, очень интересная, вот, я сейчас, не только я, и мои соратники тоже, вот, изучаем этот вопрос, потому что вопрос непростой, вопрос сложный, вот, требуется время, и мы изучаем, изучаем эту тему, вот, очень интересно, и уже понятно на сегодняшний день, что два параллельных направления, вот, ОППТ и оживление, вот, через систему Всемирного почтового союза, параллельные направления, но, вот, по ощущениям, на сегодняшний день, они не то, что не противоречат, они, наоборот, друг друга очень прекрасно, с моей точки зрения, могут дополнять и усиливать, вот, поэтому я думаю, что мы не случайно встретились, не случайно увиделись, вот, и уверен, что можем быть друг другу полезны в этом направлении, Ну, вот, если так вот, в двух словах, коротко, примерно, я так вот, мазками крупными обозначил в целом, что это такое, каков процесс, и как взаимодействовать, да, дальше, то есть, вот, с моей точки зрения, развивать, развивать наши взаимоотношения, обмениваться информацией, дополнять друг друга, это тоже очень такой, вот, ну, наверное, граничащий с бесценным элементом на уровне времени, вот, разумных, осознанных людей, вот, просто разумных, осознанных людей, как, я думаю, вы со мной согласитесь, не так уж много, на самом деле, поэтому всегда приятно, когда встречаешься, находишь людей интересных, вот, ну, у меня пока все, если есть какие-то вопросы, ну, я с удовольствием отвечу, если смогу, конечно. Очень классно, очень классно вы рассказали, то есть, водная часть, для чего вообще патчмейстер, я тоже, например, не знала, с чего это все начиналось, но теперь более понятная идея, потому что, да, используется вот эта правда выхода из воды, да, ты объявился, ты оживился, оно отвечает многими принципами, в том числе, каким образом оживиться в настоящий современный момент. И вот, читая документы патчмейстера, я увидела, что там есть определенные приемы, да, приемы, очень элегантные приемы, использование марки определенного цвета, использование ручки, например, золотого цвета, да, какие-то такие аксессуары, которые, ну, больше подходят людям очень высокостоящего статуса, то есть, сам прием оформления патчмейстера очень благородный по своей сути, чернила, золотая ручка, красивая марка, вот там все принципы заложены, как еще это сделать гармонично и красиво, что мне очень импонирует, мне лично, поэтому, ну, вот, послать самой себе письмо вот с красивой маркой, я прямо даже заинтересовалась, как же это сделать. Я люблю вообще красный парк, мне вот интересно вот такие детали всякие, как и многим, наверное. Да, марки очень, марки, вообще марки имеют огромное значение, и это очень большой, мы до сих пор еще в процессе изучения, у марки очень много назначений, то есть это вот начиная просто вот от красивой картинки до платежного инструмента, То есть в том числе маркой являются, там определенные марки являются в том числе и платежным инструментом. То есть вплоть до того, что одной маркой, зная какой и зная как, можно оплатить там, ну, огромные счета, огромные деньги, там миллионы долларов можно погасить одной маркой. Ну, вот знать какой и где, то есть это вот надо, тоже мы изучаем в процессе. Очень интересное это направление, даже просто вот с точки зрения даже развития просто самого себя. Через изучение вот этой почтовой системы открываются огромные вообще вот слои информации. И цвета, да, в том числе цвета и графики. Почему мне это интересно? Я просто собирала марки, когда была маленькая. Мне очень нравилась картинка, которая концентрирована, уменьшена, да, то есть там же концентрированная информация на марке находится. И она, естественно, определенно имеет стоимость, с какой стороны, как, то есть какую она ценность предоставляет в течение времени. Она еще имеет очень определенную на самом деле и действительно финансовую нагрузку, это правда. Так с чего начать, вот интересно. Наверняка тут уже начнут сейчас задавать вопросы. Сейчас мы посмотрим, что у нас происходит в чате. Интересно, вот с чего начать. Вот это письмо самому себе, у нас появилась информация, да, как отправить письмо самому себе, что якобы это реальный конверт, где вот самому себе его и отправляешь. То есть и отправитель, и получатель одно и то же лицо. И внутри, в принципе, даже ничего и не надо вкладывать. Там может быть лежать пустой лист. Это правда. Да, конверт должен быть не пустым, то есть туда нужно что-то вложить. Почему? Потому что сейчас письма отправляются по весу. То есть сейчас письмо отправляется заказным. И по нынешним временам его лучше отправлять с уведомлением о вручении, то есть самому себе. Вот уведомления в Уставе Почтового Союза, Всемирного Почтового Союза, насчет уведомлений ничего не сказано. Но тогда, в принципе, наверное, это было не так актуально. То есть это уже мы уже, так скажем, исходя из сегодняшнего дня и сегодняшней ситуации, поскольку очень сложно, особенно сейчас стало в последнее время, очень сложно взаимодействовать, оживляться таким образом через ВПС, через почтовые службы в тех странах, в которых мы живем, особенно на территории бывшего СССР, в России, в Украине, в Казахстане. Такое ощущение складывается, что буквально недавно им пришло какое-то указание сверху. Они категорически сейчас отказываются принимать вот эти письма от живых. То есть когда ты заявляешь, что я живой мужчина с именем таким-то, и указываешь адрес, да, оправитель и такой же получатель, ну, там, ну, вот есть регионы, где даже не хотят принимать письма. То есть не то, что выдавать. Во многих регионах принимают, но не выдают. Говорят, а чем вы докажете, что вы живой? Ну, как вот посмотрите на меня, я живой. Ну, давайте паспорт тогда. Говорят, нет, паспорт это физический, или паспорт не живой. Вот, и есть регионы, где просто вот письма не выдают. Вот, ну, здесь есть системы, как с этим технологиям. Этому противодействовать, вот, от региона уже смотреть. И, опять же, в Европе это проще. Вот, если брать, например, Европу, там, особенно в Соединенных Штатах, там гораздо проще. Там другой совершенно, там другие, другие законы, там другие вот эти все нюансы, моменты. Там вообще изначально у людей больше было прав, ну, до недавнего времени, так скажем, да. И там это все достаточно просто решалось. И вообще, в принципе, как бы к нам оттуда и пришло. То есть наши соратники из Европы, вот, нам подсказали направление, сказали, ну, а что вы спите-то, вот, есть путь, вот, ищите. А как чего? Вот туда идите, там ищите. Найдете, значит, вам откроется. А если не найдете, значит, вам нифига ничего не откроется. Значит, вам не судьба обычных умений. Ищите другие варианты тогда. Потому что, ну, все вот оно проходит через свой опыт. То есть это надо прожить. И когда вот пока ты справляешься с этими трудностями, вот, ты оживаешь. Ты начинаешь понимать, где ты живешь, вот, с кем ты живешь. Начинаешь понимать, зачем ты живешь, для чего ты, цель рождения. Вот, то есть вот это такие обязательные такие моменты, которые проживать надо самому обязательно, и трудности проходить. Ну, есть примеры конкретные, потому что уже вот мы не первый год этим занимаемся. Есть примерно конкретные примеры, особенно по первости в прошлом году. Многие люди знакомые, которые потом в итоге отсеялись от нашей команды, ну, вот, которые серии, вот, прийти на готовые. Да, ну, а что, вот, все же знаете, что вам жалко? Да нет, не жалко. Там, ну, хотите, я там вот денег дам, давайте я вам там заплачу за то-то, за то-то. Вот. А потом, ну, хорошо, сделали, получили там, да. А пользоваться они не смогли. То есть потом все равно проходило время, начинали звонить, а вот у меня здесь не получается, а тут меня не пускают, а тут, потому что не знаешь, что говорить, потому что ты не прошел этот путь, ты не осознал вот этого замысла, замысла вот этого, ну, в прямом смысле замысла вот этого, всего этого процесса, потому что там, в процессе жизни в этом, вот в этой ситуации, открываются замыслы определенные. И ты начинаешь по-другому понимать и воспринимать, вот вроде казалось бы, на первый взгляд, простые фразы. Хотя вот в уставе Всемирного почтового союза там прописаны пароли, да, то есть вот как патчмейстер, да, например, проходя государственную границу, там, из одной страны в другую, да, то есть какую фразу нужно сказать, да, и после этой фразы тебя даже досматривать не имеют права. То есть тебя просто пропускают, и все. Вот, но дело в том, что вот у меня только со второго раза получилось. Потому что первый раз, когда вот я попробовал пройти, вот, надо мной поржали конечники. Ну, как бы так, спокойно, вот, но сказали, не, все равно, как бы, не Катя, давай ты вот загранпаспорт, вот, иначе возвращайся обратно. Вот, но со второго раза получилось. То есть когда вот первый опыт был получен, вот, вот, было немножко разочарование, но пришлось тоже это пережить, с этим справиться, да, найти, понять, провести работу над ошибками. Вот, и со второго раза получилось. Вот, со второго раза, ну, это был переход из России в Украину. Вот, и да, вот, они были очень удивлены, но при всем при том, да, там много вопросов задавали, но это сработало. Вот, это сработало, да, и они пытались там как-то что-то, какие-то бумажки дать подписать, признать себя физлицом, еще что-то. Ну, вот этот вот процесс, как бы, опять же, нужно понимать, да, что вся система так устроена, да, что три раза они, так же, как вот на суде, да, три раза они тебя имеют право сбить в солку. Если ты знаешь это, и ты знаешь, как реагировать, да, то ты спокойно проходишь без всяких нервов, все, то есть ты, они уже по глазам видят, они смотрят в глаза, и ты им в глаза. И они понимают, что ты понимаешь, но им три раза надо это сделать. И ты уже улыбаясь, говоришь, ну, да, ребята, и повторяешь все то же самое. Вот, и они уже сами улыбаются, говорят, ну, ладно, все, мы все поняли, все, как бы, никаких вопросов, да. Вот, то есть, а это нужно, а если начинаешь нервничать, начинаешь там дергаться, начинаешь там как-то вот, начинаешь ошибаться, естественно, а им этого только и надо, все, они говорят, о, дорогой мой, какой ты патчмейстер, ты еще там даже, да, вот, иди сюда. Вот, такие дела. Но, опять же, в Европе проще. Вот, в Европе люди сделали себе вот удостоверение патчмейстеров, они по всей Европе катаются с этим удостоверением вообще без проблем. Вот, просто без проблем, никаких проблем. Здорово. Вот, смотрите, даже пишут ребята здесь у нас в СМСах, что в Самарской области, например, сделали 80% патчмейстера, и у них не приняли, да, 80%, кто попробовал патчмейстер, у них не приняли. Не приняли письма, они не приняли, они выдали письма, мы сдать сдали все через главпочтам. Я вот получила, я сделала себе документы оживления, а вот 20% сделали, а 80% просто не выдали им по паспорту, на паспорт эти уведомления. Вот так. Еще есть две попытки. Да, но здесь, опять же, в этом страшного ничего нету, да. То есть если, ну, в принципе, как бы есть простой метод, да, есть специальная подпись, да, когда тебя принуждают. Вот, ну, наверное, знаете, да, то есть там виси, там еще есть другие варианты. То есть есть подпись. То есть если тебя принуждают конкретно, то есть ты не соглашаешься, говоришь, я живой. Вот, посмотрите, видите, я живой. Нет, мы ничего не знаем, значит, у нас инструкция, или уходите, или там полицию вызываем, еще чего. Ну, полиции бояться не надо, пускай вызывают, это тоже хорошо, они зафиксируют, что был отказ, то есть лишнее не помешает. Потому что система нынче фиксирует все, любое движение, которое юридически значимое, мы совершаем. И как себя, это 100%, это вот уже проверено, перепроверено. Любое взаимодействие с системой фиксируется в системе вот прямо именно вот так вот, как ты это сделал, никак по-другому. Как вел себя, как разговаривал, там, что объяснял, ну, и так далее. Всегда есть возможность, вот, но об этом уже, вот, давным-давно это все уже вскрылось, кто интересуется, знает, да. То есть есть подпись под принуждением. То есть когда тебя заставили, вот, то есть ничего страшного, потому что там тебе внесли там паспортные данные, ты поставил подпись, что это сделано под принуждением, да. И в любом случае система это зафиксирует, что ты не по своей доброй воле. То есть ты не признал себя физлицом. Опять же, вот во Всемирном почтовом союзе, да, в Уставе, там прописано, что человек, который отправляет и получает корреспонденцию, он не несет ответственности за грамотность того почтальона, который заполняет документы там на почте. За грамотность этого почтальона несет ответственность начальника этого почтового отделения. Вот, и если у него работники неграмотные, вот, то это ответственность вот этого начальника почтового отделения. Вот, и это в принципе, ну, если бы сейчас просто нет судов, Но если, в принципе, как вот немножко раньше, то через Европейский союз, через ЕСПЧ можно было это в легкую вообще, это все совершенно в легкую протестовать, и они бы там все очень жестко получили бы, вместе включая с жалобой во Всемирный почтовый союз и так далее, потому что это на самом деле беспредел. Ну, 192 страны входят, практически все страны, за заключением там Папуасии, там какие-то там островов, где живут вот эти голые люди, да, не знаю, что они плохие, я говорю с уважением просто, о том, что там нет почтовых отделений, там почта не работает, вот, я иногда даже заидный, раз, да, и все, и спокойно там под солнцем, вот, ну, по-хорошему. Они обязаны выполнять инструкции Всемирного почтового союза, а это правило получения отправления корреспонденции, личной корреспонденции, вот, и когда ты сам конверт берешь, вот, всегда лучше использовать чистые конверты, без всяких маркировок. Вот, когда покупаешь конверт на почте, там стоят почтовые маркировки. Это уже, вот, например, если брать Почту России, да, вот, у них на всех конвертах стоит маркировка Почта России, а на самом деле это марка считается, марк, да, вот, и таким образом они, и сам конверт, и все, что лежит внутри конверта, они являются их собственностью. Вот, но для того, чтобы изменить ситуацию, вот, нужно красной пастой, чернилами, красными чернилами, да, нужно эту марку погасить, надо ее обвести, вот, и погасить своим именем, да, там, под углом 45 градусов, в зависимости, там, на лицевой стороне находится, или на задней стороне, там, вверх или вниз, вот, сделать погашение этой марки, вот. И тогда, после этого, когда ты погасил своим именем эту марку, все, то есть этот конверт становится твоей собственностью, и то, что внутри в конверте, твоя собственность, и вот тогда они уже не имеют права не принять и не выдать, они права не имеют. А когда ты это уже заплатил услугу, ты сделал предоплату за отправление, да, и у тебя чек в руках, вот, то это уже уголовная статья, то есть если у тебя приняли, как у живого, а выдавать не хотят, а ты приходишь, у тебя чек на руках, ну, это уголовная статья, ну, понятно, что мы сейчас живем в тот момент, когда сейчас нет законов никаких вообще-то, сейчас вот, кто сильнее, тот и прав, кто наглее, тот и прав, да, вот. Сейчас весьма сложно, как бы, с ними в этом плане бодаться, вот, но все равно можно, можно и нужно, да, вот, потому что это реально в большинстве стран мира это уголовная статья, это, а, мошенничество, удержание чужого имущества и превышение полномочий. Это три статьи уголовных как минимум, там, если брать, например, вот, российское законодательство, если брать украинское законодательство, что я в Украине живу, тут четыре статьи получается, вот, но в Украине сейчас такого нет беспредела, как начался в России вот с этими письмами, ну, пока, по крайней мере, вот, на вчерашний день, ну, пока, вот, более-менее спокойно люди отправляют и получают, и таких вот нету таких вот жестких прямо. В России очень, вот, особенно буквально вот последнее время, очень много вот звонят, ребята жалуются, что просто беспредел чинят, вот. Ну, здесь, я говорю, здесь нужно, опять же, правовыми, всеми правовыми имеющимся способами международного, только единственное, что нужно применять международное законодательство, вот, и вот буквально недавно, буквально недавно я узнал о том, что с 2012 года при ООН открыт международный уголовный трибунал, вот, он до этого был только в Нюрнберге, вот, а с 2012 года он при ООН открыт, вот, и это тоже скрывалось, это была тайна, вот, а вот, четко, достоверно, вот, мы вытащили информацию с официального сайта ООН, вот, это абсолютно достоверная информация, мы проверили, перепроверили, вот, и вот этим на сегодняшний день реально можно пользоваться, это очень реальный инструмент, вот, и даже просто, когда ты говоришь об этом вот этим вот жуликам, по-другому я их не могу назвать, они жулики, в большинстве случаев просто бандиты, пираты, настоящие пираты, даже просто вот, ну, не иму, которые вот этим вот мелкого там ранга, а их начальству озвучивать о том, что уважаемые, а вообще в курсе, что при ООН открыт международный уголовный трибунал, вот, и даже о том, что ты это знаешь, уже производит эффект, и они уже сразу там, опа, типа, откуда ты это знаешь, да вот официальном сайте ООН, зайди, посмотри, вот, мы сейчас тут соберемся, два свидетеля минимум, да, снимем на камеру и отправим, два свидетеля подпишутся, и все, это практически приговор, потому что, ну, я говорю сейчас про территорию бывшего СССР, потому что, ну, в частности, вот Российская Федерация официально заявлена преступником, то есть в ЕС, в ООН, везде, официально, это тоже с официального сайта взято, то есть стоит признак, да, да, значит, официально, вот это бывшее государство, так называемое, Российская Федерация объявлена преступником, то есть доказывать вину ничего не надо, просто отправляешь факт того, что произошло, и автоматом тот, кто это сделал, на него уже, там, через какое-то время, 100% уголовная статья, это поздновато об этом узнали, но лучше поздно, чем никогда, то есть есть инструменты, которыми можно реально, можно и нужно пользоваться, и таким образом, все равно, вот, воздействовать на систему для того, чтобы взаимодействовать с ней на своих условиях, то есть, ну, вот я для себя и мои соратники, мы не видим смысла, там, там, как-то воевать с этой системой, там, или ломать ее, там, или завоевывать, да, вообще абсолютно, даже таких нету мыслей, планов и целей, то есть мы считаем, что это бредовые идеи, идея основная наша, как мы ее видим и понимаем, да, вот я в том числе, это научиться взаимодействовать с существующей системой на своих условиях, вот, всеми вот этими законными существующими методами, способами, а они есть, пусть их сейчас мало, но все равно они есть, принуждать, принуждать систему выполнять твои условия, потому что твои условия, ну, если они действительно истинно верные, да, и они не преследуют там каких-то вот несозидательных целей, скажем так, да, а направлены на созидание, вот, оно поддерживается, все и везде, и все равно, в конечном итоге, ты выиграешь. Может быть, не сразу, но все равно выиграешь, потому что система сейчас в режиме реструктуризации, это абсолютно четко мы видим и понимаем, система меняется, и поэтому сейчас, как никогда, нужно обязательно заявляться живыми, потому что юридически, как вы все знаете, мы пропали без вести после последнего Великого потопа, в течение семи лет никто не заявился, и поэтому по факту того, что мы пропали без вести, да, объявлены юридически мертвыми, но статуса и чина нас никто не лишал, не значит, что мы вот пропали, умерли юридически, и у нас куда-то там чин куда-то наделся, нет, поэтому нам и заявляться нужно, раз уж мы вернулись с моря, то есть, значит, вот сознание к нам вернулось, оно там где-то было в море, плавало сознание наше, и вот оно вернулось к нам, и заявлять себя тем, кто ты есть, то есть, если ты живой, значит, ты должен себя изначально заявлять живым, вот я живой, да, мужчина, вот там женщина, да, соответственно, вот, а очень многие пошли вот по пути, очень многие ошиблись, совершили такие вот, ну, не фатальная, конечно, ошибка, но грубейшая ошибка, отправлять письмо там от физического лица, вот, живому, то есть, как бы изначально, то есть, ты уже как бы изначально признал себя, то есть, ты вернулся с моря, вернулся физическим лицом, то есть, ты по умолчанию систему прописал, что ты признаешь, что ты физическое лицо, вот, и, ну, и потом в дальнейшем, естественно, конечно, то есть, потом это нужно будет уже исправлять и доказывать обратное, поэтому изначально нужно себя, если уже выбираешь путь оживления через ВПС, то нужно и заявляться сразу живым, и, опять же, вот я не просто так изначально сказал про двух свидетелей, два свидетеля, первый, тот почтальон, который принимает у вас, он у вас принимает, он уже подтвердил, что он у вас принял, вы живой, и второй, который вы дает, это второй свидетель, это в уставе ВПС прописано, два свидетеля, все, вы живы, вот таким образом, поэтому они сейчас блокируют, вот, на территории бывшего союза, они сейчас всячески это вот начали блокировать, и это чувствуется, потому что буквально еще полгода назад не было такой жесткой такой блокировки, и вот прямо многие рассказывают, там, воюют прямо в этих вот отделениях связи, ну, если есть вопросы, еще с удовольствием отвечу. Значит, ребята, я отправила вам документ в чате, где, в случае, если вас приравнивают к безлицу, вы можете посмотреть подписи, как надо подписывать под принуждением документ, вот посмотрите в чате, здесь спрошен, о чем говорил Ланес только что. Далее, ну, вроде вопросов нет, потому что идут просто комментарии. А, вопрос, на почте могут погасить нашу марку своим штампом, или это не допускается? Мы сами гасим эту марку? Когда мы отправляем письмо самому себе, вот этот вот конверт, который мы получаем, да, он сам по себе, конверт является документом, то есть это вот то самое свидетельство, да, которое потом нужно хранить пожизненно, то есть вот если не будет никаких вообще больше документов, то вот этот конверт, на который сама почта наклеила марки, какие там соответствующие нужны, и загасила своим штемпелем. Вот, в данном случае штемпель почтового отделения, он является по статусу выше, чем нотариальное заверение, то есть статус штемпеля почтового выше по статусу, это прописано в канонах, канонического права. Поэтому это очень серьезный документ, вот сам по себе конверт, это очень серьезный документ. То есть с этим конвертом, в принципе, то есть вот если все вот, не работают компьютеры, нет электричества, там документы сгорели все там, и нормальные, и ненормальные там все какие были, вот, но сохранился этот конверт, вот, все, это документ. То есть по этому документу ты можешь спокойно двигаться, передвигаться, да, никто не имеет права, там, ну, вот сказать, что вот это вот не ты, да. Потом у патчмейстера, вот, чем еще, наверное, тоже нужно акцентировать, чем, ну вот особенно кто, например, двигается, кто связана там жизнь с постоянным передвижением куда-то там по территории, там в другие страны, патчмейстер дает массу преимущества, статус патчмейстер, да, то есть в уставе Всемирного почтового союза четко прописано, патчмейстер – это лицо неприкосновенное, то есть его статус неприкосновенный у патчмейстера, причем они прикосновенные как в мирное время, так и в военное время, никто не может препятствовать передвижению патчмейстера ни по суше, ни по морю, вот, то есть это четко прописано в уставе Всемирного почтового союза, да, и когда ты вот на границе заявляешь свой статус, объявляешь свой статус, да, говоришь там, вот я там живой такой-то там, да, вот, являюсь патчмейстером, Всемирного почтового союза, мой статус неприкосновенный, как в мирное, так и военное время, никто не может препятствовать, вот мое удостоверение, и вот после этого предъявляйте удостоверение, а никак не до, потому что я первый раз, когда пошел, я сначала удостоверение, да, и удостоверение руки давать нельзя, То есть только из своих рук, то есть передавать удостоверение нельзя, только из своих рук, вот, они могут взять на экспертизу, вот, но тогда они должны сделать акт изъятия, я по своей доброй воле вам не дам Либо вы примените ко мне насилие и отнимите, да, что, соответственно, естественно, мной будет там зафиксирована и доложена соответствующая структура, вот, либо вы должны его просто изъять, вот, сделать факт изъятия там на какое-то время С целью проведения экспертизы, то есть для того, чтобы там ограничник взял руки, там его понюхал, там на зуб попробовал, не знаю, что там, изучил его, вот, а так только из ваших рук, все, пожалуйста, вот, смотрите из моих рук, читайте Сканировать его нельзя, ксерокопировать его нельзя, вот, то есть никаких действий с ним применять нельзя с этим документом, вот, потому что очень большую ошибку люди совершают, когда делают ксерокопию этого удостоверения и посылают там куда-то в письмах там какой-то администрации там и так далее Вот, то есть этого делать нельзя, вот, ни в коем случае, то есть для этого есть другие документы, которые туда отсылаются, отправляются, да, вот, именно патчмейстерского удостоверения нельзя его никуда отсылать, посылать, ксерокопировать и так далее Вот, ну, по крайней мере, вот, я основываюсь на том, что прописано в уставе Всемирного почтового союза Кто хочет это все сам проверить, а я очень рекомендую самим все проверять, вот, идите, дерзайте, вот, и не надейтесь, что там сразу у вас информация лежит и ждет Вот, я говорю, что мы долго подбирали ключи к этому, вот, поэтому, когда вот мне после нашего прошлого эфира, мне очень поступило много таких вот Вот, а чего вот мы не можем зайти и так далее, я сразу говорю, ребят, не ждите там, что там лежит на тарелочке с голубой каемочкой Никто просто так информации ничего не отдает Вот, я просто уже делюсь информацией искренне, честно, от всей души, как патчмейстер, что я взял на себя, так сказать, это обязанность эту взял, да, и несу ее, ну, я думаю, что с честью, с достоинством несу, да, я делюсь информацией для того, чтобы вы услышали, поняли, да, вот, направление, в котором надо идти и двигаться, вот, но опять же говорю, что вот эти два пути параллельно идут с UCC, вот, с OP-5, вот, и базируются на UCC Потому что так или иначе, как ни крути, все равно оно все приходит туда, и поэтому нужно изучать и здесь, и изучать там, обязательно, потому что иначе картины полной не будет Потому что мы сейчас, кстати, или между прочим, вот, через некоторые вот документы, которые вот выкладываешь в чате, в Телеграме, вот, мы их внимательно изучаем, вот, мы для себя обнаружили очень интересные моменты, вот, я потом немножко позже потом отдельно пообщаюсь То есть прояснилось, то есть мы не смогли это найти где-то в другом, а нашли вот здесь, и когда стали это все сращивать вместе, как бы воедино, вот, и очень там, вот, картина стала вырисовываться, вот, поэтому, конечно, нужно и там, и там изучать, потому что это две системы друг друга дополняющие Вот, я в этом не сомневаюсь абсолютно Я тоже в этом не сомневаюсь, поэтому мы пригласили вас, как, в принципе, профи, скажем, в этой структуре инструментов, да, я вижу, вы изучили очень глубоко вопрос, а я очень уважаю ученых, которые изучают вещи глубоко Они перенимают просто как на тарелочке с голубой каемочкой знания, но не знают, как это применять Но у нас внутри нашего направления ОКПТ только активные практики, то есть кто реально изучает, применяет, знает, как заполнять и помогает другим, да, в освоении Поэтому я очень рада, что вы у нас на эфире Вопросы, конечно, не перестают пребывать Все, конечно, хотят знать, каким образом и почему Россия вдруг оказалась вне ВПС и ищут какие-то документы Я думаю, ребята, вы следом этот вопрос сами изучите самостоятельно, потому что наша задача с Ванессом сейчас это спровоцировать ваши интересы, чтобы вы начали это изучать, а не ждали готовых штампов Естественно, образцы патчмейстера есть какие-то у Ванесса, какие-то у Метцлера, какие-то, то есть есть разные источники, каким образом этот патчмейстер оформляется Это не секрет, это не секрет Да, я думаю, что и Ванесс знает, как примерно Но, как вы видите, алгоритм, чтобы понять алгоритм, как работает патчмейстер, надо понять суть для начала, о чем Ванесс нам прекрасно объяснил Да, да, мы немножко провоцируем ваш научный интерес познания, конечно Так и есть Так и без этого Потому что у нас есть, да, у нас есть одна закрытая группа, которая, ну, идет своим ходом, и там очень много идет такой провоцирующей информации И, как вы знаете, наш канал стал очень известен в мире, потому что это единственный канал во всем АПТ, который идет довольно-таки глубоко в изучение В среду Барбара Банку обратилась к нам лично, чтобы помочь многим лабораториям в Италии разобраться в изучении документов, в том числе проход, как говорится, к своим ресурсам, к своей ценности, да, и как этим пользоваться Так что мы тоже это изучаем очень глубоко Патчмейстер нам тоже интересен И так Вопрос Если есть несовершеннолетние дети, они имеют статус неприкосновенности, если родитель оформил патчмейстера? Ванесс, это, наверное, вам вопрос Больше Да, да, совершенно верно Совершенно верно Значит, дети до 18 лет, ну это вот в России, да, там где-то в Европе, по-моему, немножко по-другому в Штатах Ну я буду говорить про Россию, в принципе, аналогично То есть ребенок, который является несовершеннолетним, то есть он полностью наследует статус родителя Если родитель оживился, да, и подтвердил статус живой мужчина, там живая женщина То дети несовершеннолетние автоматически наследуют этот титул, автоматически Вот, те дети, которые уже совершеннолетние, тем нужно идти полностью Это уже взрослые люди, полностью самостоятельные У них нет попечителей, вот, до совершеннолетия родителей попечителя Им нужно проходить полностью самим этот путь Отлично Спрашивают даже, как выглядит, ну опять же, как выглядит ваше удостоверение Ну, как и документы ОППТ, вы знаете, ребята, это тоже один из документов, который не демонстрируется никому, правильно А используется для переписки, и то мы используем в сканированном варианте, в малом разрешении, да, наши удостоверения, наши документы Поэтому, я думаю, так же само и с документом Патчмейстера, ну, лучше его не демонстрировать И не давать в руки, да, Ванесс, мы так поняли Да, совершенно, да, это тот документ, который нельзя передавать Потому что, если ты его передал, то вместе с этим документом ты передал и свой титул То есть, вот, если ты сам по своей доброй воле передал, ну, предположим, ситуация там, на улице полицейский подходит Говорят, предъявите ваши документы, да, и они всегда говорят, передайте мне Ну, как вот у нас раньше паспорта спрашивали, да, передайте мне паспорт Вот, а здесь они не говорят дайте, они говорят, передайте Вот, и, соответственно, вот другие уполномоченные лица, которые, ну, в прошлом сейчас они уже никто не уполномочен Они все говорят, передайте мне ваши документы Вот, всегда нужно говорить, нет, я свой титул не передаю, только из моих рук Только из моих рук. Все. И нельзя ни сканировать ни в коем случае, ни ксерокопировать. Ну, те же, в принципе, условия относятся и к универсальному пропуску, который у нас есть в ОППТ, абсолютно те же. Вдобавок, наш универсальный пропуск мы тоже сейчас модифицируем в ОППТ, и он будет в новой версии. Да, это вот примерно одинаковые условия, как я понимаю. Что доказывает, опять же, что и документы ОППТ, что и путь через Патчмейстера, они, ну, согласно очень большим каким-то коновым основополаганиям созданы. Это очень хорошо. Был еще вопрос. Для воздушного транспорта действует ли Патчмейстер? Ланес. Значит, на сегодняшний день я не могу сказать на 100% насколько действует для воздушного транспорта, потому что на сегодняшний день еще никто из, вот, я сам и никто из моих соратников на самолете не летали. Значит, на поезде, на билеты, билеты на поезд без проблем. Покупаем вообще никаких проблем. Но я думаю, что в ближайшее время у меня появится возможность проверить их с самолетом, поэтому с удовольствием поделюсь информацией. Сработает, не сработает, как? Спасибо. Еще вопрос от Максима. А детей как через Патчмейстер провести? То есть можно любого ребенка назвать своим? Ребенок до совершеннолетия не может стать Патчмейстером. Патчмейстером ребенок может стать только по достижению совершеннолетия. Это обязательное условие. Поэтому, если вы едете вместе с детьми и вы являетесь Патчмейстером, у вас соответствующие есть, отъезжающие документы удостоверения и свидетельства Патчмейстера, то автоматические дети живые, они с вами, то есть они в том же титуле. То есть там ничего, им никакие дополнительные, там никакие, достаточно ваших слов. В каноне, в каноне, брать не буду, не помню точно номер канона, в каноне канонического права четко прописано, что устный афидевит имеет высшую юридическую силу. То есть, что бы у вас не было в документе написано, если вы в присутствии двух свидетелей заявили что-то о себе, это всегда юридически более значимо, чем то, что прописано в документе. То есть, в принципе, даже сейчас, я знаю, что у нас один соратник забыл свою, так получилось, забыл удостоверение патчмейстера, да, и ехал в другой регион, и, ну, у него был паспорт. И он вот пошел по этому пути воспользоваться этим вариантом. Там ситуация была, что нужно было определить какой-то документ. Он устно заявил о том, кто он, и сказал, что ввиду того, что в данный момент сейчас, да, вот у меня нет с собой вот этого удостоверения, вот, поэтому я вот, у меня есть вот физического лица, венефициаром которого я являюсь. Вот. И все это было воспринято совершенно нормально. Он уехал с семьей, два свидетеля с ним было, он сказал, что вот со мной два свидетеля, вот они, они услышали то, что я заявил, и они подтвердят на любом суде, что вам это было объявлено. Все. И все, и вот именно так восприняли, все, и отношение было такое. То есть, вот опять же, то есть понимание глубины всего этого процесса, вот, оно дает больше даже вот возможностей. Хотя я знаю, в Европе нескольких людей знаю, которые уже сейчас достигли такого уровня, которые вообще без документов путешествуют по миру, вообще без никаких документов, только пользуясь вот этой вот устной декларацией, вот, и они проезжают. Я думаю, что в интернете их несложно найти, да, уже многие, я видел, там часто встречаются, их имена уже как это на доску почитать, вывешивают. Вот есть такие люди, да, которые научились уже вот так взаимодействовать с системой, вот, что их уже знают, все, их уже не пробуют, не знают, да, что вот это вот именно тот самый, как он себя заявил. Но они тоже пришли к этому не сразу. Да, конечно, это время, это время. Хороший результат, извините, перебила немножко. Конечно, здесь я вижу в чату еще спрашивают, добрый день, готовый патчмейстер, где регистрировать, каким образом, для чего, благодарю. Опять же, прослушайте еще раз видео и потом поймете, как действовать. Естественно, никто алгоритм такой прямо вам не даст, но кое-какие наработки у нас есть. Кстати, по поводу конвертов, я хотела заметить, да, вы говорите, в Европе проще, но в Европе уже много лет практикуется система вот именно белого конверта. У нас деловая переписка в Европе принята уже изначально на белых конвертах, то есть это правило, да, чтобы конверт не имел почтового, никакого почтового как бы знака, да, оно уже довольно-таки широко применяется, просто никто над этим не задумывался раньше, почему он белый, абсолютно белый. Ты наносишь на то, что считаешь нужным уже. Да, совершенно верно, потому что в Европе уже давно это было открыто и намного раньше, то есть несколько десятилетий назад, то есть вот это направление получило активное движение, вот, и просто это все вскрылось, очень много людей стали обращать на это внимание и научились правильно все это дело гасить, и это просто вот бессмысленно, то есть это хитрость, это хитрость со стороны почтовых служб, это их такая как бы вот, вот, как слово-то подобрать, чтобы вежливо про эти почтовые службы, вот, то есть это их такая хитрость, такая хитромудреная, хитропопая, такая хитрость, вот, у нас просто в России еще пока многие не знают об этом, в Европе уже все давно скрылось, поэтому там и суды были и так далее, все по этому поводу в Европе, вот, поэтому они быстренько все-все, как они стали терять на этом деньги, они сразу же быстренько от этого дела соскочили, вот, но мы тоже уже на подходе где-то к этому, надеюсь, что мы тоже скоро придем к тому, что на почте будут продаваться вместе с конвертами, с их маркировкой, также и обычные белые конверты просто. Да-да, это правда, в Европе используются белые конверты для переписки, это я подтверждаю, я живу в Европе всю мою сознательную жизнь. Следующий вопрос, Татьяна, билеты покупать в касте, соответственно, нужно удостоверение патчмейстера, потому что онлайн это не пройдет, это так? Да, совершенно верно, к сожалению, сейчас, вот, на данный момент, ну, по крайней мере, те ресурсы, которые мне известны, они все заточены под паспорта, вот, да, поэтому получать, вот, купить билеты только вживую можно по удостоверению патчмейстера, вот, только вживую, через онлайн, пока нет таких ресурсов, они не дают возможности какой-либо другой вид документов, может быть, есть, я не знаю, но те, которые я знаю, возможности такой не допускают, да. То есть, это покупать в кассе только с бачевым? Да, в кассе вживую, да. Ванес, Елена спрашивает, Ванес, можно, пожалуйста, ссылки на сайт ООН ПРФ, как преступной организации? Ну, вы спровоцировали, тут теперь будет шквал вопросов у нас в группе по этому поводу. Ну, на самом деле, там ничего секретного нету, что касается, ну, сразу тоже скажу, что официальный сайт ООН, он практически такой же запароленный, как и официальный сайт Всемирного почтового союза, вот, так что, если вы думаете, что там вас с постертыми объятиями ждут на сайте ООН, то вы ошибаетесь. То есть, там точно так же нужно включать голову и, возможно, подключать специалистов, которые помогут объяснять, объяснят, как правильно оттуда добывать информацию. То есть, там тоже все очень запрятано, замаскировано, и просто так вот зайти, что-то там, какую-то информацию закрытого типа, вот, получите, она там есть, вот, ее можно достать, там ничего там сверхъестественного нету, но для этого нужны специалисты, как и в любом направлении, нужны специалисты. Скажите, пожалуйста, что вам дало уже явление в практическом плане, кроме покупки билетов не по паспорту? Я знаю точно, что уже в Европе, например, по номеру универсального паспорта, универсального пропуска, который есть по пяти, покупают билеты так же, как и по патчмейстеру, и уже есть опыт перемещения без паспорта. По крайней мере, я вообще каждый день хожу только с моим пропуском. Что конкретно дало? Конкретно дало очень многое. То есть на сегодняшний день я совершенно четко, не просто понимаю, а и ощущаю свою достаточно большую освобожденность от огромного количества тех обязанностей и обязательств, которые на сегодняшний день повешены, навешены на физических лиц, физических и юридических лиц. То есть это начиная, вот если брать прям про сегодняшний день, да, то есть это начиная от ношения масок, обязательно ношения масок, да, до уплаты налогов. То есть вот включая все, до уплаты налогов. То есть вот по первости были там, да, были какие-то трудности, там выяснения были и так далее, там были переписки, вот, но опять же, то есть только в связке, вот просто чисто сам по себе статус патчмейстера, да, это передвижение. Но когда ты можешь использовать, знаешь, можешь использовать информацию обе пяти, UCC, правильно ее применять, то это все вместе в связке дает бомбический эффект. Очень правильное слово по поводу бомбического, потому что, да, у нас недавно были такие результаты по поводу использования документов на основе документов ОППТ, где, например, использовался военный приказ и некоторые документы ОППТ, что, например, в одном городе абсолютно очистили площадь для празднования населения. Это вообще очень шикарный результат. Я считаю, что система начала слышать людей со свободной волей, живых людей и так далее, суверенных людей, независимых, и начала действовать по нашему приказу. Это вообще тоже шикарные результаты. Умение правильно их использовать, опять же, очень хорошо подметили, потому что вопрос, что нету схемы общей, которую можно дать на каждый отдельный случай, это надо изучать, практиковать не один раз, и только тогда получаются результаты. Поэтому, ребята, самое главное не алгоритм патчмейстера, который сейчас мы, может, подготовим и так далее, а чтобы вы тоже пробовали и получали результат. А если вы получаете результат, значит, метод правильный. И когда метод правильный, вот этим можно делиться. Но не бойтесь делать ошибки, потому что, естественно, система ждёт, чтобы вы ошиблись. Она даёт вам ошибиться два-три раза, но всё-таки таким образом мы только и научаемся. Это, в общем-то, я бы относилась к системе как к обучающему такому сегменту, который нас научает не взаимодействовать элегантно сознанием всех принципов и законов. Далее, что тут у нас? Ганес, скажите, пожалуйста, вы сказали, что в отношении налогов, в каком плане вы освобождаетесь от налогов или просто какие-то другие привилегии патчмейстерам? Статус патчмейстер, он даёт привилегии в вопросах передвижения по суше и по морю. Но когда... И имеет статус неприкосновенный патчмейстер, имеет статус неприкосновенный. То есть сам по себе статус патчмейстер ничего не освобождает в плане налогов, я имею в виду. Но когда вот вместе две системы складываешь воедино, это вот система ECC, систему OPPT, да, которые вот вместе сопряжены, знаешь эту систему, знаешь эти документы и умеешь их применять, то вместе, одно и второе, вместе вкупе дают потрясающий результат. То есть вот тогда, и я здесь вот вижу, вопрос был написан о взаимодействии с МВД, там, ФССП и так далее, то же самое. Ни МВД, ни ФССП, ни какие-либо там, ни прокуратура, ни суд, никто не имеет права воздействовать каким-либо путём или методом. Вот на вас, как на патчмейстера. Но в отношении имущества вашего, да, как живого мужчины, там, живой женщины, да, вот, здесь работает инструмент как раз OPPT. Знание вот этих вот документов, знание вот этих механизмов и умение правильно их применять дают очень хороший результат. То есть если всё сделать с первого раза правильно, а опыт такой есть, я говорю, а вот ещё раз повторю, кто не слышал, я говорю сейчас, озвучиваю только то, что я сам лично сделал и прошёл. Тот опыт, который я лично, не то, что там вот мои соратники, а то, что я сам лично проверил. Если правильно всё сделал и оформил, даже ходить никуда не надо, просто по почте отправил, всё, и ты получил нужный результат. Вот сразу, с первого раза. Извините, Ванес Перебила, вы отправляете по почте, извещаете почтмейстер или извещаете МВД, ФСС, прокуратуру налоговую, вы в России, из России или вы не из России? Вы в России это пробовали делать или нет? Я это делал и в России, и это делаю сейчас в Украине, потому что в Украине я живу недавно, у меня супруга из Украины, и здесь мои предки тоже в том числе, поэтому мы сейчас перебрались на Украину, на землю предков. До этого я 40 лет жил в Санкт-Петербурге и занимался этими вопросами в том числе в России. Да, и результаты были, но не в первого раза, сразу скажу. То есть, да, были ошибки, вот, приходилось исправлять, опять изучать, вот, переделывать. Ванес, тогда можно вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот мы, вот весь почти наш народный совет Самары, мы все подавали на патчмейстера. Все, кто получил, у нас 20% из 100, кто смог получить уведомление о том, что мы живые мужчины и женщины. Мы это приклеили, этот документ, старкод на документ, который мы создали с флагом корабля, красным флагом корабля. То есть, мы поднялись на корабль СССР, туда приклеили этот патчмейстер, и два свидетеля зарегистрировали, подтвердили своими абсолютными печатями, что мы живые женщины-мужчины. И уже вот этот ответ, уведомление мы приклеили на обратную сторону, это формат А4, уведомление. Скажите, это и есть патчмейстер, или нас ввели в заблуждение? Да, вас ввели в заблуждение. Во-первых, статус патчмейстер носит характер международный. То есть, патчмейстер, в принципе, в идеальном статусе, он не имеет гражданства никакого вообще, это человек мира. Второе, поднявшись на корабль СССР, вы обязались исполнять правила на этом корабле. Но дело в том, что на сегодняшний день достоверно уже известно, что корабль СССР – это точно такая же корпорация, как и Российская Федерация. Там отличий очень мало. Ну, чуть-чуть немножко там было чуть-чуть, условия для граждан СССР было чуть-чуть немножко лучше, чем для граждан РФ. Но принципиально, с юридической точки зрения, разницы никакой нет. Буквально недавно мы нашли документ на официальном сайте Минюста Российской Федерации, он там выложен, зайдите посмотрите, где, значит, по-моему, 94-го или 96-го года поправки в закон о гражданстве СССР, подписанный Ельцин, 94-го года, по-моему, подписан Ельцин. И там четко прописано, что гражданами СССР являются только те, кто смог подтвердить свое гражданство до 7 ноября 1917 года. Это закон. И там четко прописано. И у нас сразу стало все на свои места, понимание, что происходит с этим вот СССР и почему, да, почему это буча поднята. Такая же ловушка к Российской Федерации, а также как 62-го, где невозможно стать гражданином Российской Федерации, кто изначально первично получил паспорт РФ. Принцип тот же самый. То же самое они сделали и здесь. То есть они заложили эту мину, вот. И вот в итоге этот документ всплыл, вот буквально только, буквально вот мы несколько недель назад нашли этот документ. Вот я выставлял в интернет, его выкладывал, по своим сайтам раскидывал. Четко все прописано. То есть вот ответ на ваш вопрос. То есть вы вошли на несуществующее судно с несуществующим гражданством. То есть вы не можете, вам нечем подтвердить гражданство СССР. Вот в чем дело. А по наследству вам родители его не смогли передать, потому что у вас нет документов, подтверждающих, что они вступили в гражданство СССР. Вот и вся ловушка. Вот и весь смысл всей этой аферы с этим СССР. Поэтому когда они видят, что вы сами по своей доброй воле обозначились, что вы вошли на судно СССР, то есть вы уже в этот момент, вы уже попали. То есть вы конкретно попали, вы признали себя недееспособными. Поэтому они, естественно, так и реагируют. Они, а что, кто вы? Какие же вы? Чего вы нас смешите? Вы нас не смешите. Потому что вы тут понаписали фигню всякую. Это ни о чем не говорит. Они вот именно вот так реагируют. Потому что сейчас говорить о том, что они чего-то не знают, вот эти почтальоны, которые на почтах работают, я могу сказать, что знают. По крайней мере, начальники отделений прекрасно все знают. Они очень хорошо осведомлены. Они знают, что они делают. У них получен четко приказ и инструкции, как реагировать, как действовать, в каких ситуациях и когда. Поэтому если есть хоть малейшая какая-то там вот зацепка того, чтобы признать вас недееспособными, они, естественно, совершенно спокойно на законных основаниях вам имеют право и не отдавать, и ничего, потому что считается статус неподтвержденный. Потому что это судно. Не существующее судно. Какие документы патчмейстер тогда имеет? Вот у меня вопрос. Это все спрашивают. Сейчас я не одна здесь сижу. Патчмейстер, либо удостоверение патчмейстера, либо свидетельство. Вы его сами сделали или вам присылали? Вы сами его сделали или вам присылали? Нет, сами. Я уже в этом говорил, что в уставе Всемирного почтового союза четко прописано, что патчмейстером можно стать путем самоназначения. Для этого нужно самому себе изготовить надлежащего вида в соответствии с международными стандартами соответствующего удостоверения. Там прописано, что должно оно отражать обязательно. А остальное уже, так сказать, на свои знания. Опираясь на свои знания, насколько глубоко изучил все вот эти вот нюансы. Изготавливаешь, соответственно, себе документ сам. И вот если ты способен себе изготовить соответствующее удостоверение надлежащего образца, тогда ты считаешься полноценным, полноправным патчмейстером и обладаешь всеми статусами и правами, которые распространяются от патчмейстера. В частности, это неприкосновенность. Как мирное, так и военное время. Спасибо. Предоставим другим вопросы задавать. Во взаимодействии патчмейстера и документов от ИПТ дает ли право, какие права там по передвижению? Первое, бесплатное это движение ли? Ну, там товарищи ездят, наши соратники, которые продвинулись уже до того уровня, что они ездят без документов. Они платят? Потому что, насколько я знаю, есть такое, скажем, по вопросам ЖКХ и всего обеспечения. Но так как мы назад вернусь объявили себя патчмейстерами и подготовили все документы по ППТ, то у нас, значит, снимается, кто за ценой стоит и получает там 60 миллионов в месяц в российской этой федерации, в УКИП. Вот этот вопрос понятен, да? Нет. Я не совсем понял про 60 миллионов. Откуда 60 миллионов? Ну, ежегодно за нас получает попечитель, который так, мы не способны признаны, так ведь? За нас попечитель получает выделенные средства на медицину, там, спорт, обслуживание, проезд, питание и так далее. Две месяца, по-моему, там 130 тысяч, а в год получается, на каждом там 34 или 64, я точно не помню. Потому что цифры часто меняются, вот 34, тоже 160, ну, не суть важна, но не менее 30. На каждого члена, там, скажем, у меня 5 человек в семье, на каждом, за каждым есть попечитель. За бабушкой, за дедушкой, за детьми, за мной, там, и за, или за моей супругой, там, и за моей супругой. При чем здесь патчмейстер? Я не уловил связи, то есть в чем суть вопрос? Суть вопроса, что патчмейстер дает право, значит, статус неприкосновенности, да? Это первое. А вот по поводу того, что я сказал, дает ли право убрать этого попечителя, и чтобы деньги приходили непосредственно мне, моей семье, там, и всем, тем, кто объявил себя. А, ясно, понял. Дает ли доступ к коллатеральному счету? Понял, ясно. Значит, ну, первое, значит, вот статус патчмейстера дает ровно то, о чем я уже сказал раньше. Значит, все остальное, если вы уже правильно заявились, да, и самоназначились, и стали патчмейстером, и изготовили себе правильный документ, вы, как живой мужчина, дееспособный, соответственно, да, раз вы смогли сами изготовить правильный документ, значит, вы подтвердили свою дееспособность. Там вот в уставе Всемирного почтового союза это тоже прописано, почему нужно самому делать. Да, и, соответственно, то есть вы, как живой мужчина, там, с именем, там, определенным, да, и, значит, дееспособным, вот, подтвердив, что вот вы патчмейстер, вот ваш документ, который правильного, правильно сделан, да, то есть вы, соответственно, можете требовать все, что вам положено. Если вам должны, вы можете идти и соответствующим образом это все спрашивать с тех, кто вам должен, вот. Но это не значит, что вам должны, если вы стали патчмейстером, то вам кто-то чего-то принесет на блюдечке с голубой поем. Понятно, что никто ничего не принесет. Вы просто подтвердили, да, вы просто подтвердили то, что вы живой мужчина и вы дееспособны, вот. То есть, и, соответственно, то есть теперь дальше ваша задача донести это до системы, да, чтобы система это воспринимала соответствующим образом, вот, чтобы она среагировала на вас соответствующим образом, да, и признала вот этот факт вашей живости, да, так скажем, и вашей дееспособности, да. И, пожалуйста, и требуйте то, что вы считаете вам принадлежит, так сказать, по праву. Здесь я не вижу никаких. По божественному кону они обязаны все это предоставить. Да, если будет доказано, что они украли, да, обязаны. Меня зовут Дениса, я всех приветствую, благодарю за такое прекрасное общение, такую конференцию. У меня такой короткий вопрос. Значит, вот у нас свое предприятие есть, например, я предприниматель, директор там ООО, в общем, с ограниченной ответственностью. Если я, например, все-таки сделаю себе вот это удостоверение патчместера, какие у меня, у нас же взаимодействие все равно с системой. Мы платим налоги, мы взаимодействуем с юридическими лицами, такими же, какими мы. Каким образом может поменяться вообще ситуация в этом отношении? Как я могу дальше взаимодействовать? Какие-то у меня будут ли возможности больше, может быть, чем были до того? Да, конечно, может поменяться все кардинальным образом в зависимости от того, что вот это вы хотите. То если я правильно понял вопрос, что вот если вы сделаете себе такое удостоверение, оживите, сделать удостоверение и вам что-то на голову свалит сама на небесную? Нет, конечно. В системе мы живем в сложной, времена сейчас непростые, поэтому все нужно, всего нужно добиваться. Всего нужно добиваться, изучать законы, изучать направление ОППТ, где очень много подсказок, очень много конкретики, очень много документов, изучать UCC, изучать каноны, на которых все вообще базируется и основывается все, в которых четко прописано, что римское право, в частности, Москва, Москва, это самый низший уровень юриспруденции, то есть это вообще дно, это самое днище, то есть ниже этого нету ничего. А есть над этим естественное право, например, изучите естественное право, ну или хотя бы с позитивного начните. А вообще вот верх системы, самый верх системы – это каноническое право, в котором мы живем, высшую юридическую силу имеет каноническое право, поэтому каноны, каноническое право в помощь изучите, и вам будет понятно, как вам получить то, что вам принадлежит по праву. Там все расписано. И даже больше скажу, что вот мы изучили каноническое право, и я четко на сегодняшний день понимаю, что все, что происходит вокруг нас, происходит законно. Законно. На основании римского права, морского права, которое сейчас применяется непосредственно, оно же адмиралтейское. Они все делают на основании закона. То есть их не в чем вообще упрекнуть. Они даже, они вот шаг право, шаг лево делают. Они все делают законно. Потому что действует сейчас в рамках этого права заявительное право. Оно же уведомительное право. А кто мешает вам объявить, заявить? Для этого нужно объявить о чем-то. Заявить о том, что вот у вас там, вы вот чего-то хотите того-то или имеете право на это. Я поняла. У меня вот еще коротенький, маленький хвостик есть вопрос. А как это коллинируется с конами мироздания? Вот Георгий Сидоров говорит, что каноническое право ушло в прошлое. Я недавно буквально слушала. Может быть, вы тоже знаете, что есть такой человек, который пишет интересные книги. Вот как это все можно сколлинировать с каноническим правом с конами мироздания? Ну, смотрите, вот выше канонического права стоит естественное право. Вот. И для того, чтобы понять, как взаимодействовать с канонами, да, с этой системой, да, нужно изучить естественное право. То есть более высшую ступень для того, чтобы понять, как работает более низшая ступень. Вот. Более того, для этого нужно выйти в естественное право, да, стать носителем естественного права. То есть есть такой термин юридический, четкий. Носителем естественного права. И вот тогда вы выходите из системы и можете тогда управлять той системой, которая ниже. Вы как предприниматель знаете, что подчиненный не может уволить начальника, директора. А директор может уволить подчиненного. Вот здесь точно так же. Естественное право, с точки зрения естественного права, он может отдать приказ любому, кто находится в каноническом праве. И этот приказ должен быть исполнен неукоснительно, иначе он будет уволен. Ну, вот так я простым языком вам говорю, чтобы было понятно. А выше, естественно, идет бажа. То есть, соответственно, я вам направление просто говорю, и там будет понятно, изучайте, и там ответы все есть. Вы поймете, как делать для того, чтобы получить результат. Благодарю. А Сидорова знаю, кстати, тоже, да, мне нравится. Дядяка, да, полкова. Спасибо большое. Ребята, кто еще может новый, у нас на канале, вы не в курсе, но у нас во многих группах уже прошли те документы по степени иерархии канонического права, они все есть. Еще раз повторю, на канале, пожалуйста, всем присутствовать физически на канале, там все появляется. Далее, Михаил, как я вижу, смог активировать аудио. Ванесс, я бы хотел уточнить такой вопрос. Подскажите, если вы как бы с этим сайтом Всемирного союза знакомы, хорошо, как посмотреть список организаций, являющихся членами союза? Ну как, взять и посмотреть? Ну там на сайте есть регистрации, то есть там закрытые регистрации, закрыты эти сведения, то есть просто так посмотреть список участников невозможно. Я сам думаю, что там информация лежит и вас ждет просто так, то нет. Мы потратили очень много времени, сил и средств для того, чтобы информацию добыть. Вот я направление вам, думаю, вы поняли меня, что вам... Это все понятно. Я хотел от вас помощи для того, чтобы узнать эту информацию. Все ясно, спасибо. Да, пожалуйста. Помощь, я только могу сказать о том, что вам нужны специалисты. Если вы сами не можете в этом разобраться, значит, вам нужны специалисты, которые вам в этом помогут. Я об этом уже тоже сегодня говорил несколько раз. Я думал, что вы являетесь именно таким специалистом. Нет, я не айтишник. Нет, я не айтишник. Нет. Я просто пользователь компьютера в данном случае. Михаил, это ваш... Михаил, простите, это ваш канал, который вы поставили? Ссылку на канал Патчмейстера. Что это за канал, который здесь обвлекован у нас в чате? Кто это написал? Нет, это не мой канал. Просто кто-то писал в чате, спрашивал информацию, какие документы нужны для этой процедуры. Меня недавно познакомили с этим чатом, вернее, каналом, и я просто поделился, скинул ссылку. Можете удалить, если это нарушает... Нет, мы просмотрим информацию в этом канале, потому что очень много информации по Патчмейстеру, не вся она достоверна. Следующий вопрос. Я с вами просто поделился информацией секретной. Благодарю. Светлана Северозапов. Можете включить аудио? Да, здравствуйте. Да, Ванесса, у меня такой вопрос. Патчмейстер исполняет какие-то функции, то есть вы можете заниматься передачей, что ли, каких-то почтовых отправлений, правильно я понимаю? Да, вы правильно понимаете. Я здесь немножко уточнение сделаю. Значит, на сегодняшний день корреспонденция, ну вот в том мире, в котором мы живем, в большей части корреспонденции является информация. И для этого у нас существует наш так называемый мозг, хранитель информации, ну или то, что мы называем мозгом, и является вот тот самый доставщик той или иной корреспонденции в виде информации. И это основное. То есть донесение информации до пункта назначения, вот это уже функция патчмейстера. В документальном, бумажном формате, то есть у вас есть какое-то это, допустим, я вас прошу там из одного города в другое переслать вот там ценное письмо, и вы там ставите какие-то свои реквизиты. Ну для этого есть почта. Если есть какая-то документация, которая не, ну скажем так, не подлежит огласке, то она сейчас передается любыми другими источниками. Есть различные закрытые источники. Ну все, что написано на бумаге, это все можно подсмотреть, скопировать, украсть там еще какие-то там различные методы. Конфиденциальная информация доставляется в устной форме. Вот я знаю, что есть вот в Европе такие патчмейстеры, да, которые вот зарабатывают, скажем так, на жизнь тем, что они доставляют информацию конфиденциальную в устной форме, то есть из уст в уста. Вот это называется максимально засекреченный уровень. То, что все остальное можно прослушать, проглядеть, просмотреть. Ну не знаю, насколько здесь, ну не знаю, я в таком мире живу здесь, что никому этого ничего не требуется, поэтому не знаю, не могу вам сейчас так ответить на этот вопрос. Ну вот я слышала, что патчмейстер может, допустим, от человека доставить в суд пакет документов его, которые определяют его титул, так сказать. Может, конечно. Ну а что нет? Конечно может, естественно, имея удостоверение патчмейстера, конечно, можешь по прямому назначению носить почту, например, можешь в качестве благотворительности заниматься носить, людям почту разносить, можешь договориться с одним, с двумя, с тремя многоквартирными домами, сказать, ребят, вот так и так, давайте заключим с вами договор, муссный или письменный. Да, и я вам буду вот такие-то услуги оказывать. Люди скажут, ну если да, нам это надо, здорово, давай мы тебе будем платить, чтобы голода не умер. Носи нам почту. Но я не вижу в этом смысла, этого почта есть она. Смотрите, я вам расскажу смысл, потому что я поняла там, где я получила эту информацию, что почтмейстер, допустим, у кого-то там назначается суд, да, он свой статус уже заявил, но донести еще не донес до суда. Там начинаются вот эти препятствия всякие, судебные и досудебные, ну то есть судья начинает всякое. А почтмейстер именно имеет вот такую вот привилегию, так скажем, достать до суда судье, пакет документов на этого человека, которого вызвали в суд, и судья до суда знакомится со статусом человека. И может он вообще даже не откроет заседание и это дело сразу прекратит вот таким образом. Вот о чем я. Теоретически, да. Теоретически возможно, но у меня такого опыта нету. И у моих коллег, вот знакомых соратников, с кем я общаюсь, тоже такого опыта нету. Ну, по крайней мере, никто об этом не объявлял. Поэтому чисто теоретически, да. Да, информации просто нету, а я к тому говорю, что если у человека какое-то грандиозное судебное, он может, в принципе, чтобы судье самому лично, ну, вот не разговаривать, а вот поручить доставить вот эти документы, заявляющие его статус в суде. Теоретически, да. Да, теоретически, да. Ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки, например, вот я слышал примеры таких, рассказывали, да, что прецеденты были. Ну, вот только в Соединенных Штатах Америки. Да, ну, теперь мы можем это использовать. Благодаря тому, что появились патчмейстеры в Самаре, допустим. Я думаю, да. Да, они должны как-то, может быть, составить и опубликовать реестр патчмейстера официально, официально, чтобы люди начали привлекать ну, как бы вот таким образом функции их использовать. Моё мнение. Если мы этого добьёмся, будет Самара на коне. Ну, потому что вас никто не знает, вот где искать патчмейстер, правильно? Ну, можно сделать, ну, здесь вот первое, что приходит мне на мысль, это, если есть какое-то вот энное количество уже людей, реально, которые оживились, да, и стали патчмейстерами, ну, создать свой, там, какое-то, создать своё общество, там, не знаю, профсоюз, союз патчмейстеров, уведомить об этом надлежащим образом соответствующие, значит, смотрители территории, которые таковыми себя считают вот там, где вы живёте, уведомить просто, постоять перед фактом. Если это всё будет сделано, да, если всё это будет сделано правильно, надлежащее в соответствии с канонами, то это будет принято без всяких вопросов, это будет принято на уровне закона. Да, можно даже написать, что объединение патчмейстеров, тогда люди будут знать, где искать, куда идти, кому, ну, как бы. Ну, сообщество, сообщество, да, сообщество на определённых, да, определённых, типа, да, это очень интересная, кстати, идея, да, замечательно. Это прекрасно. Старайтесь. Благодарю. Спасибо, Светлана. Да, благодарю вас тоже. Благодарю вас за вопрос. Уже интересно, да, создать такое сообщество. И ещё Игорь. Игорь поднял руку. Елена, я новый участник конференции. Можно ли посмотреть записи предыдущей конференции, чтобы изучить информацию? Все наши зумы, которые есть в записи, есть на канале. Повторяю. Всё. Доступ без никаких секретов. Канал ниже. Вопросы мы исчерпали основные, да. Понятно, для чего мы подняли тему патчмейстера. Вот. Как вы поняли, по каким принципам эти документы должны быть построены, с чего начинать. Вот. Конечно же, опять же, если мы будем делиться опытами, у меня, например, опыта патчмейстера нет, поэтому я изучаю практику других людей, да, и мы изучаем это совместно в одной закрытой группе в том числе. Поэтому для того, чтобы с патчмейстером начать работать, естественно, надо информационно подготовиться, то есть об этом изучить поглубже. И поэтому те, кто уже себя, например, патчмейстером задекларировал, могут поделиться своим опытом в нашем чате или на канале, или же в группе изучающих в интернете, в телеграмме. Очень много разных вариантов и шаблонов заполнения. Есть даже некоторые каналы, где эти шаблоны заполняют за вас, оплатно. Но опять же, как только вы... Я так считаю, если вы сами не изучите вопрос и не найдёте правильный шаблон, который соответствует канонам, то, естественно, ваши документы, как говорится у нас в телеграмме, забанят. То есть система их не пропустит. Поэтому в первую очередь изучите, а потом уже составляйте. Если мы здесь выставим какой-то один образец, а вы неправильно к нему отнесётесь, то результат будет один и тот же. Литлана, ещё у вас есть вопросы? Да, может, даже предложение. Те, кто желает с патчмейстером, прям горит желанием, тоже в этом сообществе могут делиться своими наработками. Я ещё почему говорю функция такая. Допустим, вот я человек, который никогда не сталкивался с системой. И вот если меня в суд вызовут, я всё равно чувствую себя человеком, но я трепещу. То есть боюсь силы, вот так скажем. А патчмейстер как раз и помогает таким людям, которые уже статус приобрели, человеком себя заявили, но местные органы не оповестили. И суд, допустим, не в теме, он тебя вызывает как физлицо, а ты не физлицо. И вот в этом случае почтмейстер, по моей просьбе, я ему даю вот эти документы, которые у меня есть в наличии, зарегистрированы через нотариус проведённый, и он просто доставляет к судье. Судья открывает досудебно, смотрит, ага, а тут человек не имеет права ни вызывать, ни закрывать. И тот из тех банк, допустим, который подал вот этот вот, ну, как бы иск к этому человеку, он получает от судьи сможете, потому что тут нет уже физлица. Вот я о чём. И тогда получается как бы прекращать либо дело, либо там в пользу человека этот суд разворачивается. Этого тоже ещё нету, но я к тому, что идея такая, ну, как бы она существует. Ну, это же не подтверждено ещё практикой, это ваше предположение? Это информация, которой здесь ещё нет, но она имеет место быть, потому что почтмейстер, поскольку он имеет иммунитет, он может доставить корреспонденцию на судно капитану корабля сюда. А тот уже смотрит, кто на его палубе, так сказать, оказался. Он смотрит уже, заочно же они выносят многие решения, правильно? Да, совершенно верно. Это предположение. Да, совершенно верно. Это предположение. Это не практика ещё. Ну, по крайней мере, вот что касается территории бывшей СССР, ну, я, по крайней мере, вот не слышал, чтобы была эта практика применима, хотя я понимаю, что вот чисто теоретически абсолютно правильно вы всё говорите, и это неизбежно должно работать. Вот в других странах, в Европе, в Штатах, я знаю, что есть такая практика, это работает. Я думаю, что было бы очень интересно вот эту практику у нас применить. Вот по логике вещей, я сейчас вот внимательно вас слушал, обдумывал, я не вижу никаких проблем. Патчмейстер, он имеет статус неприкосновенный как на суше, так и на море. Он совершенно спокойно может зайти на любой корабль и иметь статус неприкосновенный. То есть он может передать любую абсолютно корреспонденцию, но просто передать. То есть не представлять интересы кого-то там или кого-то представлять, а просто передать корреспонденцию. То есть, в принципе, вот задача патчмейстера из пункта А в пункт Б доставить сохранности, условно скажем, конверт. Все, пусть он пришел. Да, и он будет являться, смотрите, он же и является свидетелем того, что документы были переданы капитану корабля. И тогда капитан корабля заочно принимает в пользу этого ответчика. Они в пользу ответчика осуждают. А тут наоборот. Светлана, секундочку, я не соглашусь с вами. Один маленький нюанс. По уставу Всемирного почтового союза свидетелей должно быть два. То есть, соответственно, либо два патчмейстера должны принести этот конверт, потому что один отправляет, другой получает. Вот в этом случае получается два свидетеля. Но если там и свидетели... Либо кто-то должен присутствовать, да, кто выступит свидетелем, да, в статусе живого, кто выступит свидетелем, вот тогда это будет иметь силу. Это будет юридически значимое действие. И тогда уже им деваться будет некуда. Но обязательно должно быть два свидетеля живых. То есть, вот патчмейстер и кто-то еще в статусе живой, кто уже оживился, тогда да. Тогда это будет иметь юридически значимое, весомое действие. В общем, этот вопрос надо, конечно, знать. Потому что судья, если он обладает таким статусом, он как судит капитан, то в его команде есть такие же, там, допустим, председательствующие, либо там, ну, сам естественно, он тоже физдецом, председательствующие кто-то. Поэтому их там трое всегда. Они же все в связке в одной работе, так сказать. Ну, в суде вообще самый главный, если мы говорим вот о суде частной лиги БАР, в суде самый главный, самый старший, не судья, а секретарь. Вот на самом деле, если вы не знали, то теперь знаете. Самый главный, на Кавкале, секретарь, а не судья. Получается, уже два есть. Секретарь, судья и почтмейстер им передает, ну, являясь, так сказать, свидетелем, что он передал эту информацию. И тогда суд просто... А они живыми не являются. Они не являются живыми. Да, это надо еще... Они не являются живыми. Я просто не являюсь. А более того... Вот, ну, я вам говорю просто, я четко с вами знаю ответ на этот вопрос, потому что мы уже сталкивались и не раз. Более того, а те судьи, которые действуют на территории бывшей СССР, в частности, на России, они еще и преступники. Потому что они дважды принесли клятву. И в соответствии с уставом частной лиги БАР, они являются преступниками. То есть, они вообще ничего свидетельствовать не могут. Преступник не имеет права вообще никакого. То есть, они бесправные существа. Бесправные вообще. У них нет вообще никакого права. Да, благодарю. Да, пожалуйста. Спасибо, Светлана. Но надо понимать, что живые могут только судить живых. Поэтому, если вы обращаетесь к мертвому органу, то зачем к нему обращаться? Они не имеют права, не имеют компетенции. Вижу еще один вопрос. А, Игорь, вы написали здесь. А, думаю, вы получили, да, во время ответа Ванесса ваши ответы. Хотя я сейчас еще раз зачитаю, потому что у вас не включается микрофон. Ельцинские документы и указы не могут быть признаты юридически действующим. Ельцин не был в должности и его указы... Его указы... Что тут написано? Фикция. 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 Так, а вопрос какой? Не могу понять. Да, но я понял, что это вот по поводу гражданства СССР. Да, вы абсолютно правы. Я с вами тоже полностью солидарен. Но с точки зрения юриспруденции, да, вот того права, которое сейчас применяется в системе на территории бывшего СССР, этот факт не доказан. Вот если вы докажете этот факт, ну, все значит, вы будете национальным герой. Он пока не доказан. А пока вина не доказана и ничтожность не доказана всех его подписей, это все имеет силу. Вот когда будет доказано, значит, вот тогда это все будет аж с самого начала, еще начиная с 7 ноября 17-го года, когда совершилась революция, все это будет признано и ничтожно. Ну, если будет, конечно. Благодарю. Следующий вопрос. Елена, Елена Сучева. Я по поводу почтмейстера вставить пять копеек. То есть, если вы до того, как начинается суд или уже во время идет суд, как почтмейстер приносите пакет документов Нет, нет, нет. Не во время. Ни в коем случае. До открытия судебного заседания. Ну, до открытия судебного заседания, если вы должным образом уведомите судью, кто вы и что, и что вы будете общаться только с тем, у кого есть право иметь право с вами общаться, вы с ним встретитесь. Нет, вообще не открывается судебное заседание. То есть, суд должен признать, что нету физлица вот этого, на которого иск. А есть человек, который является хозяином физического этого лица. Билетар. Ну вот смотрите, мы отослали судье, это было вот в пятницу через Укрпочту с уведомлением послали ихнего курьера под акт приема передачи. То есть, отослали, кто мы что, прописали, в каком районе мы находимся и обслуживаем. Если любая компания, которая выставляет претензии к физическому лицу, который прописан там-то и там-то, должным образом докажет свои требования выставляемые, и обвинения, только в том случае к нам имеют право обратиться те, у которых есть право иметь право обращаться к живым мужчинам и женщинам или пригласить на разговор с нами опекунов физического лица. То есть, эта картинка у каждого путь свой. Просто одно дело, что такой почмейстер, мы понимаем, что лицо неприкосновенное, которое доставляет почту, и должен иметь какой-то бейджик. Это же спектакль, одеться можно тоже как почтальон и прийти сказать всем здрасте. Уже все забыли, как выглядит почта, вернее, форма того же почтальона или почмейстера. Пока вы систему не уведомите, кто вы, вы не имеете права выставлять ей право требования. Система, понимаете, расплывчатое понятие суд, и судья это конкретные лица, которые вызывают вас, допустим, вернуть кредит, которых не бывает и в природе кредитов нету. Вот я о чем говорю. Вот вы и пишете судей, если у вас есть кредит, что пока должным образом банк не докажет вину или задолженность вашу, если они упоминают слово долг, изучайте. Елена, я поняла все, я поняла. Дело в том, что все эти решения выносятся заочно, когда человек даже не в курсе. Я почему знаю, потому что 9 лет назад я не была, я уже уехала в другой регион, через 3 года пришли, у меня все деньги по зарплате списали. Вот я о чем. То есть я ни сном, ни духом, я вообще не знала, что там творится за моей спиной. Понимаете о чем? Я понимаю. 9 лет назад мы не были настолько грамотные, как сейчас. Каждый в какой-то степени развивается и продвивается. Подождите, Лена, я уже поняла, я и сейчас не уверена, что за моей спиной в том городе снова какой-то банк затевает это. Вот я о чем понимаю. Ну а вы уведомили в том городе, где вы подозреваете, что вы есть? Я вообще сейчас только в изучении вот этой информации, поэтому я об этом говорю. Я к ним ходила. А я вам говорю именно лично. Вот я лучше бы, допустим. Если позволите, есть у меня опыт лично у меня, вот то, о чем сейчас 12 лет назад. И два года назад я узнал о том, что появилась некая задолженность там в Питере. Причем совершенно свежая абсолютно. Ну тут абсолютно четко понятно, что это имя. А уже четко понимал и было представление немножко позже, да, там где-то около года назад. что такое вежливое уведомление. Так получилось, что с вежливым уведомлением о Питере я познакомился намного раньше, чем вот с Еленой, да, и вот с этим направлением. То есть я даже еще не знал, что есть такое направление, что там есть какие-то вот моменты, да, вот просто документы появились, кто-то из наших где-то их нашел, вот, и с нами со всеми поделились, вот, и мы изучали, смотрели, как правильно это все заполнить для того, чтобы отправить. Ну вот, разобрались, вот, я так понимаю, правильно заполнил я вежливое уведомление, отправил по почте письмом, заказным, с уведомлением, с описью, отправил туда вот этим вот не товарищем, вот, в отношении вот этого письма было достаточно. Вот, по истечении 31 дня, с момента, как они получили вот это письмо, которое я отправил, потому что мне пришло уведомление о вручении, дело было, все это закрыто, все, и из интернета это все исчезло. То есть, я никуда не ездил, и суд прошел уже давно, и уже, уже приставы там, уже меня искали, чтобы меня наказать там, в их понимании там, как они этого хотели. Все, то есть, вот, одного письма с вежливым уведомлением, правильно заполненным, было достаточно для того, чтобы все прекратилось и закрылось. Вот, это лично мой опыт, то, о чем я говорю. Я благодарю вас. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Все, вроде у нас больше нет поднятых рук, нет, есть, только я. Я по вопросу, то, что живые могут судить только живых, а вот у нас я получил, что мы судье написали все вопросы, чтобы она подтвердила, что она является судьей гражданской РФ. 30 вопросов было. Дали ей время на то, чтобы она ответила, а где-то не получили, а судили они ООО. То есть, может ли судья судить вообще общество с ограниченной ответственностью? И получилось так, в результате и судебный департамент, и суд приняли решение не в нашу пользу, до решения суда уже списали деньги с нашего расчетного счета, и до сих пор мы не получили решение суда на руки. Вот что нам делать в этой ситуации? Ну, это, можно я скажу? Да, Светлана. Елена, может, вы меня тогда поправите. Это через UCC решается, то есть, вы должны через UCC доказать, что вы являетесь бенефициарами этого ООО или чего-то, потому что ООО это всего лишь евро. Ну, мы так и писали, что он является выгодоприобретателем, генеральный директор, и непосредственно, да, так и писали, со всеми вот без акцента, без... А вы туда, в UCC регистрируете? А, ребята, давайте по теме. У нас тема патчмейстер, E-O-C-C-C. Ладно, все. Все, спасибо, Елена. Мы сейчас с Финландой спишемся тогда. Благодарю. Извините. Ну, ОООО это самый лучший выход, ребята, честное слово. Я вот нашла, я так счастлива седьмого числа, потому что все остальное это, ну, вокруг окола и рождение по пустыне, так сказать. А вот и пяти решать все вопросы. Спасибо, Светлана. Я благодарю всех участников, благодарю всех за вопросы, которые задали. Мне очень приятно, искренне, от всей души. Я рад, что много, на самом деле, хороших, разумных, светлых людей, которые интересуются, задают вопросы, двигаются. Елена, благодарю вас за то, что даете такую возможность, эту площадку, пообщаться с вами, пообщаться с людьми, с нормальными, с человеками, с нормальными. Это всегда очень радостно. Я надеюсь, что не в последний раз мы встречаемся. Прощаюсь со всеми, благодарю всех. Всего доброго. Спасибо, Иванес. Всех благодарю за присутствие, за ваши ответы. Надеюсь, мы спровоцировали ваши интересы к этой теме тоже, как ученым, как исследователям и, конечно же, как практикам, потому что те ответы на ваши вопросы возможны лишь в том случае, если вы применяете эти знания. Поэтому благодарю всех за сегодняшний эфир. Надеюсь, запись получится, будет помещена в группах на канале, в первую очередь, во вторых группах для всех, для общего зрения, как всегда. Всех благодарю. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»